Наш эфир продолжает встреча с Леоном Майнстейном. Здравствуйте, Леон. Ну что ж, тема, которая широко обсуждается во всех средствах массовой информации, мы, конечно же, тоже касались этой темы сегодня, но, тем не менее, хотелось бы вашу оценку происходящему действий администрации президента, действий Ирана. Я говорю сейчас об иранском кризисе, если можно. По порядку, может быть, с чего началось и чем закончилось. Конечно, понятно, что ничего не понятно. Значит, ну, во-первых, мы все знаем, что сначала иранцы, ну, давайте говорить, так как будто 100% все подтверждено, потому что подтверждено на 99, и, скорее всего, так оно и есть. Значит, иранцы атаковали сначала 4 танкера, потом еще 2 танкера, а сейчас, значит, произвели выстрел, кроме того, в сторону полей, нефтяных полей, нефтяных сооружений Саудовской Аравии, а, значит, после этого сбили американский дрон. Причем, они сделали попытку сбить два дрона, но по-второму они промахнулись. Значит, понятно, что раз они это делают, то это делает их верховное, так сказать, командование, то есть, самые главные молды. То есть, это не то, что там какой-то там поручик, я не знаю, подполковник решил там что-то сделать по своей инициативе. Значит, делают они с какой-то этой целью. Значит, понятно и нам, и вам, что американская армия намного сильнее, чем армия иранская. Понятно, что, так сказать, может быть, там Америка и завязнет, например, в этой войне, если война будет, то уж точно, так сказать, тем, кто сейчас во главе Ирана, иранской, так сказать, как она там называется, мусульманской республики, да, какая-то неокаянная республика, конечно, им не поздоровится. То есть, так сказать, может, Америке тоже будет плохо, но им конкретно не поздоровится. То есть, значит, есть какой-то смысл того, что они сейчас это делают. А делают они следующее, они нарываются. То есть, они вызывают Америку на то, чтобы Америка сделала какие-то ответные шаги. Вот, так сказать, вся задача это понять, почему они это делают, зачем им это нужно, и на что они надеются в том случае, если Америка сделает эти самые шаги. Значит, ну, первое, первое, так сказать, что приходит сразу же в голову, что они таким образом пытаются оторвать Америку от европейцев, что, мол, так сказать, вот американцы, так сказать, с горячей головы американские полезут там что-нибудь бомбить, много, естественно, не наделают, ну, там взорвут там несколько установок, там взорвут что-нибудь еще, а красиво, так сказать, горит. Но европейцы сразу же, так сказать, вынуждены будут говорить, что нет, ни в коем случае, там, так сказать, не дай бог раздувайте пожары, еще раз, так сказать, вобьют клин между Америкой и Европейским Союзом, и таким образом, так сказать, еще больше притянут к себе европейцев, которые хотят делать бизнес с Ираном. При выборе, конечно, они будут делать бизнес с Америкой, а не с Ираном, но, так сказать, такого выбора, на самом деле, пока нету. Второй вариант это, что Иран хочет показать, что они, мол, не боятся для того, чтобы потом сесть за стол переговоров через всякие, так называемые, задние каналы Америки, через всяких, так сказать, посредников сообщить, что они готовы вообще переговариваться, но чтобы Америка понимала, что они лихие ребята, и нужно будет взорвут что угодно, там полетят куда угодно, и вообще никого не боятся. Ну, это, так сказать, хорошее начало для переговоров лучше, чем «Ой, вы вас перепугались, вы нам делаете такое, что кошмарное». А, значит, третье и последнее, что не противоречит первым двум, а вполне возможно просто дополняет, это что у них, значит, они спрогнозировали, что у них будет с экономикой, понимают, что через год-два они просто, так сказать, ухнутся, ждать пока переберут, перезберут Трампа или не перезберут, они не могут, потому что у них начнутся просто голодные бунты, там, возможно, в стране, да, и поэтому они просто ускоряют, то есть они пытаются выйти на ту ситуацию в тот время, когда у них еще подконтролем их ситуация в Иране, а не в тот момент, когда у них, так сказать, голодные бунты, народ бунтует, армия, так сказать, не совсем стреляет в ту сторону, в которую хотят молды, там и тому подобное. Вот. Я думаю, что оно, так сказать, все вместе. И плюс к этому есть еще Россия, которая, конечно, подталкивает их ко всяким действиям, обещает, что она поможет, обещает, что, так сказать, вот как в Сирии было, мы не дали американцам, видите, мы сильнее американцев, у нас море сильнее, там и тому подобное. Потому что Россия, конечно, очень заинтересована в том, чтобы была буча и, так сказать, проблемы всякие на Ближнем Востоке, потому что сразу же подлетает нефть, особенно фьючерсы на нефть, начинают подлетать, просто люди начинают нервничать и думать, ой, я останусь без нефти, что делать, лучше я по большим ценам подпишусь покупать в будущем, чем окажусь вообще без ничего. Значит, ну и русская нефть, соответственно, так сказать, будет стоить дороже. Вот приблизительно то, что я думаю по этому поводу. Окей, а теперь о том, что было принято решение все-таки атаковать Иран, а потом в последнюю минуту практически Трамп приостановил это действие. Ваша оценка? Ну, значит, я думаю, что дело происходило следующим образом. Решили дать немедленно, если давать ответ, то давать немедленный ответ, поэтому подняли, так сказать, в воздух самолеты, вывели корабли на правильные позиции, а в это время шли жаркие споры по тому, что делать, консультации с республиканцами и с демократами в Конгрессе и в Сенате, консультации с военными специалистами и тому подобное, и держали пока, так сказать, что называется, ракеты, никто не выпустил, пушки не расчехлили, то есть все было в боевой готовности, но не стреляло. То есть, если бы решили да, то оно бы практически моментально пошло бы, так сказать, свистопляска бы началась в 9 часов вечера по вашингтонскому времени. А, как видите, мнение, что не нужно этого делать, что это нужно больше Ирану, чем нам, и надо ждать, и надо, так сказать, подождать и потянуть, пока у них ситуация не станет значительно хуже, оно, так сказать, преобладало. И с моей точки зрения, президент как раз вот это мнение и высказывал. Я не к тому, что президент, так сказать, голосовал вместе со всеми. Естественно, что в конце президент США, я не понимаю, что там было шум, я убрала, а с президентом США решает в финале, да, но он может высказывать свое мнение, слушать других, а потом прийти к чему-то и сказать, вот, да, я думаю, что его голова как раз была холодная, и он таки принял решение, останавливаем операцию, разворачиваемся, уходим обратно, на провокации не поддаемся. Понятно. Телефон студии 847-400-5200, и давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Леон, как бы, здравствуйте. Вы так убедительно, с таким знанием, так расстречиво в вашей передаче, что они теперь все знают, знают, кто все. Все в мире. Пока. Это у нас особый персонаж есть. Не знаю, это была ирония, это действительно, что человек пытался сказать, но в любом случае спасибо. Это у нас особый персонаж есть, который все время пытается что-то сказать, но, похоже... Ну, у него такое чувство юмора, нормально, очень хорошо. Господи, вот он мой. Прекрасно, разные люди, все разные, все... Хорошо, что разные. Да, пожалуйста. Добрый день, господа. Здравствуйте. Леон и Сергея. Я бы хотел спросить, вот подытожить, это подытожить невозможно, по вашему мнению, личному мнению, кто действительно хотел войны? Вы знаете, вчера, я ехал на работу и включил НПР, небезызвестный НПР, я его называю National Palestinian Radio, и вот там выступал специалист по Ирану, и он сказал вот так вот, в двух словах, войну хочет Саудовская Аравия, Трамп и Нитанияху. Это люди, которые хотят войну с Ираном. Вы понимаете? То есть не назвал Америку и Израиль, но Нитанияху, Трамп и Саудовская Аравия. И как вы считаете, кто действительно заинтересован, кто действительно хотел войну? И учитывая советников нашего президента, вы считаете, что Болтон и Помпео толкали нашего президента на войну с этим? Какое ваше мнение? Мое мнение совершенно одиночества этого не было. Но я прошу вас послушать вас. Спасибо большое. Лео, большое спасибо. Спасибо. Ну, давайте разберемся три разных, четыре разных стороны. Одна сторона это Саудовская Аравия. Да, конечно, она хочет загребать уголь чужими руками, чужими руками, естественно. Поэтому Саудовская Аравия хотела бы, чтобы американцы всей своей мощью ударили по Ирану. Ну, в свое время, скажем, американцы всей своей мощью ударили по Ираку и позволили Ирану стать тем, что он стал на сегодняшний день. Там, так сказать, была завязана война и прочая, баланс. А между Ираком и Ираном, я имею в виду, они друг друга сдерживали. На сегодняшний день Саудовская Аравия наш, что называется, друг-товарищ, не очень по сути, но, по крайней мере, по необходимости, да, и по общности цели, а не необходимости. И поэтому, ну, скажем, так сказать, говорить о них как о потенциальных врагах не хочется, но почему-то, так сказать, зачем нам раздолбать их самого главного врага, чтобы они, что называется, к этому не имели никакого отношения, и они только от этого выиграли, потому что мы завязнем там, так сказать, и прочее. То есть, они хотят. Натаньяк, он теоретически хотел бы уничтожение Ирана, но, я вас уверяю, он не хочет широкомасштабных военных действий, что он хочет, это, чтобы и в Иране внутри что-то изменило, чтобы американцы с санкциями и прочим додавили Иран до того, что они либо сами пошли на серьезную ступку, либо там произошло изменение власти, с которой уже можно будет договориться. А Трамп, Трамп войны не хочет, точка. Трамп невероятно против войны. Это один из самых антивоенных президентов в истории Соединенных Штатов Америки. Трамп абсолютный прагматик, и в этом вот ваш покорный слуга с ним, так сказать, изначально согласен. Мне жутко понравилось, первое, что мне понравилось в Трампе, когда я вообще слушал все его там речи первые и прочее, да, что он говорил, что ну зачем же лезть опять в эти дурацкие войны, в которых мы и людей гробим, и деньги тратим. Я вот с моей точки зрения, главное, что не выигрываем. То есть, Трамп войны никак не хочет. Единственное, что Трамп инстинктивно, когда его пинают ногой, он хочет сейчас пнуть балкой железной, да, что правильно, наверное. И думаю, что он набрал в круг людей, которые вокруг него, как раз разных людей, Болтона, который известен тем, что ему, так сказать, первым делом надо сразу же лететь и сразу же бомбить. Но он умный очень человек, очень знающий, он может привести аргументы почему. И набрал каких-то других людей, которые сдерживают это. Не то, что там разлад в администрации. Администрация как раз правильно построена. Там есть и ястребы, и голуби, если очень, так сказать, говорить так, примитивными какими-то словами, да, которые это обсуждают, каждый доказывает свою сторону, и потом они вместе приходят к консенсусу. Если они не приходят, то решает президент. Вот. И я думаю, что к консенсусу они не пришли, потому что, надо обязательно ударить, чтобы они знали. А вторая основная глава не поддавайтесь на провокации. Войну хотят Саудовская Аравия, войну хочет Россия, и войну хочет Северная Корея, которая поставляет, естественно, всякое вооружение в Иран. Спасибо. Ну, на ваш взгляд, то есть, то, что Трамп отменил удар по Ирану, это правильное решение? С моей точки зрения, абсолютно правильное. Когда у врага, когда враг делает ошибку, ни в коем случае не препятствуй его в этом. Это первый закон, который высказал Наполеон Буонапарт в военных действиях, и умные военные всегда, и только военные политики, всегда его придерживаются. У них сейчас происходит катастрофа экономическая. Нельзя им помогать лезть на их. Почему они... Они хотят эту провокацию. Они хотят, они это делают все время. Они будут продолжать это делать все время. Не настолько, чтобы там, так сказать, там произошла катастрофа, но так, чтобы можно было потом говорить, мы там никаких людей не трогали, мы защищали свое, мы то, мы сё, а вы на нас там коварно напали и раздолбали, и т.д. и т.п. Это и народ может сплотить и подтянуть к Европу, к ним, и русских, так сказать, перебросить туда всякие самолеты, и т.д. и т.п. Не нужно нам это. Все знают, что Трамп может... Это не Барак Обама. Он не говорит вот красная черта, он, если он останавливает наступление, пожалуйста, они все знают о том, что самолеты были подняты вниз и, так сказать, пошли ближе к берегам Ирана, пошли корабли. Все это знают. И то, что остановилось, тоже все знают. В следующий раз не остановится. Спасибо. Давайте, может быть, вот еще о чем поговорим. В Грузии что-то происходит. Да, да. Даже страшно говорить слово интересно, потому что там происходит на самом деле очень, так сказать, тяжелые, почти катастрофичные явления. Скажем так, не сейчас, а происходили в последнее время. После того, как Грузия отделилась, значит, де-факто стала страной отдельной и Советского Союза вышла. И когда ушел Шевернадзе, его ушли и тому подобное, то Грузия стала очень прозападной страной во главе с, так сказать, Труймиратом, который там в это время, значит, руководил. А Россия постаралась, Путин, Путинская уже Россия, всеми силами, так сказать, залезть туда внутрь. Не получилось залезть внутрь и их разложить, так сказать, ту группу, которая была, так сказать, вот, Саакашвили там и два человека, которые ему очень серьезно помогали. Значит, один из них погиб при странных очень обстоятельствах. Неизвестно, кто его убил и прочее. это премьер-министр тогдашний грузинский. Потом, не сумев развалить их изнутри, в Россию полезла, так сказать, устраивать всякие рычаги, рычаги, очаги, так сказать, сопротивления, борьбы и прочее. Зашла, оторвала практически треть Грузии от Грузии, объявив их двумя совершенно автономными республиками, странами, называя как угодно. двигалась уже к, хотел сказать, к Телевю, извиняюсь, к Тбилиси. И, в общем, только действия Буша-младшего, такие достаточно решительные и быстрые, остановили их в 31 километре. Я был на этом месте, оттуда просто виден Тбилиси, откуда туда дошли. Виден, вот физически, ты видишь, 31 километра от Тбилиси они находились, остановились, а потом, чуть-чуть отползли назад. Вот, после этого грузины, как вы понимаете, не очень любят, ну, скажем, Россию, русско-российское правительство и тому подобное. Эти настроения там продолжались, продолжались, но пока что Россия делала то, что она умеет делать очень хорошо. А именно, она подкупала, шантажировала, обманывала, проводила там, так сказать, свою политику и тому подобное с помощью денег, шантажа и всех убийств иногда там и всяких других, то, что они называют внешней политикой. И в финале им удалось, значит, скинуть сначала Саакашвили, привести туда Ивани Швили, то есть человека, на самом деле, который очень повязан с путинским режимом, по крайней мере, деньгами, там, заработками и тому подобное. А потом, через некоторое количество времени уже, так сказать, он стал президентом страны, так сказать, меняя там руководство, он начал менять, кого-то увольнял, кто-то там, что-то там с ним происходило, перемещали, и страна была подготовлена к тому, чтобы справедливыми выборами, то есть, на самом деле, подложными, как там в России бывает, и как-то организовали там в Грузии, выбрать совершенно пророссийское правительство. А грузины ведь такие, они очень горячие, они очень легко зажигаются, но также легко они и, так сказать, охлаждаются, да, но есть какая-то грань определенная, вот какая-то иногда совершенно незаметная соломинка, которая, что называется, ломает горб верблюду, да, капля одна, из которой чашка начинает проливаться. Вроде ничего в этой чашке, так сказать, в этой капле не было, в этой соломики не было, но она почему-то оказалась вот той самой, которая решила. И грузинов нельзя доводить до этой точки, потому что, в отличие от российского народа, который абсолютно инертен, над ним можно издеваться сколько угодно, они утрутся, пойдут дальше, они там грабить, грабить, может, пойдут, а потом барин вышел, там крикнул громко, они, так сказать, пошли, ой, извини, барин, мы не знали, что нельзя. Держать их в состоянии абсолютного, так сказать, деградации, зомбизма и пьянства удавалось уже, так сказать, уже 7, 8, 10, 12 веков, не знаю сколько. Грузинские и украинские народы, они другие. И вот грузины, они вспыльчивые, отходчивые, но потом в какой-то момент, если это действительно задело их гордость, вот что-то такое происходит, и это произошло сейчас в Грузии. Как бы ничего особенного, приехал там российский какой-то депутат, который там принимал какое-то участие каких-то там операций в Грузии, по приглашению то ли парламента, то ли я, честно, не был какой-то парламентской комиссии. И, придя в парламент, он, значит, уселся в кресло, в котором, значит, по штату, так сказать, и обычно сидит представитель парламента. И вот эта визуальная картинка, она довела Грузию до состояния, вот эта вот ненависть, которая там бурлила, оказалась той самой спичкой, которая пороховую бочку взорвала. И вот этот имидж того, что русские тяпали, значит, треть, убивали наших людей. Там же еще истории, еще при Горбачеве были, когда девушки стояли у парламента, там демонстрировали, рано утром, значит, пришла рота, значит, с огерными, оточными лопатками, и они начали этими лопатками отрезать головы девушкам грузинским. 18 погибло, там сколько раненых, я не знаю. Вот. То есть еще с тех времен вот эта вот ненависть, вот эта вот бурлит все время, да, и оно продолжалось, 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 и вот сейчас вылилось в то, что не может молодежь успокоиться. Гордость им, их, в отличие, я уже сказал, от российской, им не дает права, совесть их, не дает возможности успокоиться, и это, я не знаю, насколько их хватит, я не знаю, уже представитель парламента подал в отставку, но это правительство пытается такими малыми средствами затушить. Мол, это он виноват, он... Вот. Это не он, это вся система. Я очень надеюсь, что правительство сегодняшнее вынуждено будет пойти в отставку, я надеюсь, что там будут выборы, и надеюсь, что эти выборы сейчас будут контролироваться действительно грузинами, а не какими-то мифическими людьми, которые ничего не контролировали. Спасибо. И еще одно заявление лидера демократической партии, я имею в виду Акасия Кортес, Александрию, по поводу того, что наша страна строит концентрационные лагеря на южной границе, что вызвало на самом деле отклик среди еврейских организаций, вот тут и польский какой-то политик написал письмо Даминик... Даминик Торжевский пригласил ее. Не столько, не столько, скажем, возмущен Александр Арказий Кортес, которая на самом деле абсолютно недоучка такая типичная американская. Кроме того, она видит свою задачу в том, чтобы все время эпатировать, все время что-то такое говорить и делать, такое, чтобы на нее обращали внимание. А так как у нее нет никаких взглядов, никаких идей, ничего, кроме самообогащения, самопродвижения и прочее, так она плевала на Соединенные Штаты Америки, на будущее, вообще-то все плевала, кроме того, что вот ей сейчас дают деньги, власть, славу и тому подобное. С ней как бы все понятно. Да, козлы в Нью-Йорке выбрали вот такую вот падлу, кривую, туда-сюда. Пока ее не перезберут, мы будем ее терпеть. А если, может, не перезберут, потому что мы всегда были. Знаете, раньше я думал, что Максим Моторс самое ужасное, что может произойти. А конце нет, а конце бывает еще хуже. Максим Моторс, которая кричала, значит, если увидите республиканца, то сразу же, значит, устраивайте скандал, увидите там кого-то, кто работает в администрации, выгоняйте его из ресторана, там прямо в лицо кричите, плюйте в него и того подобное. Я думал, что она самый большой баран в демократической партии. А оказалось, вот что, так сказать, когда они избрали последний, так сказать, класс, как они говорят, новых, там, значит, есть бараны похуже, включая вот Александру Картесу. Теперь, значит, что меня возмущает во всей этой истории, да? Меня возмущает то, что еврейские организации и евреи, сидящие в демократической партии, будут, во-первых, они пытаются покричать, покричать, сделают вид, что они кричат, а потом тихо успокоятся, потому что мы успокоимся, мол, вот они кричат, а во-вторых, ничего они с ней не делают и делать не собираются, потому что она всех устраивает, потому что они решили вот эту вот энергию левых использовать, значит, в своих целях, для достижения своих целей, вот, то есть, опять, наплевать на наших детей, наплевать на наших внуков, наплевать на наше будущее, наплевать на страну, наплевать на вообще все. Главное, это добраться опять, или не уйти из власти, а потом добраться до самой большой власти, то есть, так сказать, владеть белым домом и, значит, сенатом и конгрессом. Потому что, значит, как мы уже знаем, ну, почти как в России и на Украине, качаются миллионы денег, так сказать, даже когда у власти демократы, республиканцы, так сказать, через связи качают эти самые деньги. Положение, деньги, там, подарки и тому подобное. А когда республиканцы у власти, оказывается, демократы, точно так же, так сказать, друг у друга кто-то работает, кто-то совместно чем-то руководит, они настолько уже слились, там все вместе сплелись в эту паутину, что уже практически невозможно понять, значит, вот, кто же зарабатывает, когда у власти одни, кто же зарабатывает у власти другие. А все и те, И другие зарабатывают Поэтому так страшно и почти невозможно Трампу и его людям бороться С этой паутиной С этим болотом, как он его называет Потому что они друг с другом настолько сплелись Что теперь отделить Эти плохие демократы Этой хорошей республиканцы практически невозможно Значит Вот это Оно очень огорчает Как минимум Что Оказывается Мы через какие-то розовые Я лично через какие-то розовые очки смотрел на Америку Вот там, так сказать, полицейские здесь останавливают И тебе не просятся уже взятку Типа, значит, будешь платить штраф Или мне дашь половину Делиться Как бы не в прямую с тебя тоже не спрашивают Все по-другому мне казалось На самом деле в других масштабах Да, и застенчиво Но все то же самое происходит И пока мы от этого хотя бы частично Не очистим Пока не станет опять стрим набрать взятки Пока не станет опять Значит, бояться люди Чтобы, не дай бог, кто-то выяснил Что они там билеты у кого-то взяли На футбол А за это ему что-то сделали Этому человеку Пока вот это вот люди не начнут стесняться И бояться Пока это норма Пока все это делают Америка будет продолжаться Продолжать Погружаться в пучину социализма Потому что это и есть социализм Давайте мы сделаем небольшой перерыв После чего вернемся Обязательно продолжим Возвращаемся в программу Леона Вайнштейна Телефон в студии 847-400-5200 Если будут вопросы, пожалуйста, звоните И давайте, наверное, попробуем принять первый звонок Добрый день, пожалуйста, вы в эфире Добрый день Добрый Добрый Леон, у меня два коротких вопроса Первый вопрос такой Скажите, пожалуйста Вот мне кажется При том, что я всегда с огромным удовольствием Слушаю вашу передачу И очень уважаю ваше мнение Мне кажется, что вот ваше сравнение Демократов и республиканцев О том, что идти и другие по деньгам Оно, по-моему, принципиально неправомерно Потому что демократы В результате хотят установить Абсолютную диктатуру в этой стране И американская ЧК И все такое же А республиканцы, да, они по деньгам Ну так это любой политик В политику за редким исключением Идут люди, которые профессиональные лузеры Ну вот они идут в политику А второй вопрос Это первый Если можно, будь любезны Объясните, пожалуйста Я считаю, что Это абсолютно кардинальная разница Между республиканцами и демократами И второй вопрос Мне кажется, опять Я могу абсолютно ошибаться Что вот этот вот Так называемый удар по Ирану Это Трамп их просто на пушку взял И Трамп достаточно умен Чтобы понять А за кого воевать с Ираном За Саудовскую Аравию Еще за кого Вот мне кажется, он их чисто взял на пушку Будь любезна, пожалуйста Ответь, если можно Всего доброго Спасибо за рейд Да, с удовольствием Спасибо за вопрос Ну вопрос номер один Демократы и республиканцы Вы знаете, я ведь Выбрал В данный момент Из этой вот Дилеммы То, что называется С моей точки зрения То, что лучше То есть республиканцы Почему я это сделал? Потому что там программа Которую Республиканская партия Она сегодня представляет Какие-то вещи Может нравиться Какие-то не нравятся Но она меня значительно Больше устраивает Чем программа демократическая Скажем На 70% Я там согласен 65-70 Не знаю Не считал точно Процентов с республиканцами Наверное На процентов на 20 С демократами А Причем с демократами Я согласен В части нелестия В личную жизнь Значит Теперь Люди Ну одинаковые Приблизительно Люди идут И туда И туда Одинаковое количество Сукиных детей Подонков Там Кого подобное Другое дело Что с моей точки зрения Та платформа Которая То, как в демократической партии Все это устроено Оно больше развращает людей И ведет К тому Что мы с вами понимаем Является Вот так сказать Тем социалистическим обществом Даже без социализма Социализм Это на самом деле Право на владение Ородиями производства Поэтому мне Конечно Мне значительно Меньше нравятся Демократы Чем Чем Республиканцы Но Судя по тому Что сейчас происходит И судя по тому Что обнажается Ну Скажем Так сказать Очень любят Они Одни посылать Своих детей Работать У других И тому Подобное То есть Там такое Перекрещивание Идет Взаимных услуг Совместных бизнесов И т.д. и т.п. Что Ну Скажем так Республикация Немножко Хуже Немножко лучше Чем демократы Теперь Это я говорю Про людей А не про платформу Теперь Удар по Ирану Я не знаю Что было в голове У Трампа Скажем Может быть Но Насколько мы знаем Значит В определенный час При котором был приказ Скажем Поднялись воздух Самолеты Корабли Скажем Начали разворачиваться Но Этим самым Временем Велись Как бы Серьезные разговоры С детскими Сенаторами Основными С Руководителями Там пары Скажем Комитетов В Конгрессе И с Тем людьми Которые В министерстве Как иностранных дел Так и в министерстве обороны В Белом доме Отвечают за этот участок Вели серьезные разговоры Переговоры И практически Решение принималось В то время Как самолеты были в воздухе Я не знаю Может быть Трамп это изначально Так придумал Но мне как бы Не знаю Мне так не кажется Давайте попробуем Принять следующий звонок Добрый день Пожалуйста В эфире Здравствуйте Я бы тоже хотела Как бы Не согласиться с вами Что Практически Такие же Республиканцы Как и демократы Скажу почему Потому что Прежде всего Идеология Диаметрально Противоположная Абсолютно Во-вторых Большинство Республиканцев Не замешаны Ни в чем По крайней мере Мы не знаем И не узнаем Я прекрасно Я прекрасно понимаю Что например Тот же Тед Круз Или Например Вот И многие другие Не буду я Перечислять В общем-то Что они Не замешаны Второе вот что В гнилом болоте Все начинает гнить Самые красивые цветы Тоже гниют В гнилом болоте А среди демократов Нет ни одного Порядочного человека Ни одного морального Если они голосуют Все за то Чтобы убивать Этот фетус Практически Девятимесячных Хотя В сорок дневной Уже наука доказала Что это уже человек Потому что У него импульсы Идут из мозга То есть это Интиститсайт Самый натуральный Который был Две тысячи с половиной лет назад Если они голосуют За За То чтобы Значит Преституток Легализировать Все что они Они делают Это абсолютно Против Американское Против Америки И абсолютно Аморальное У республиканцев Такого нет На мой взгляд Как только он осужд Я имею ввиду Трамп Осуждает Это болото Демократическое Прежде всего И все Остальные Тоже Подтянут И поймут Что ничего Нельзя делать Противозаконного Такого Какое Стало Существовать В нашей стране Вот последние Особенно 15 лет 10 С лишним лет Спасибо Ну окей Значит Первое Что сразу же Хочу сказать Что я не знал Что кто-то борется За легализацию Преституток Я вообще считаю Что это абсолютно правильно Конечно Это надо легализовать Значит Не хочу углубляться Но поверьте Социально Очень много Это Сделает Для И укрепления Семей И уменьшения Всяких там Садистских убийств Там и тому подобное Кроме того Это нормально Если один человек Взрослый Хочет таким образом Так сказать Продавать Свои услуги А другой Кто-то хочет Его купить Эти услуги То Не понимаю Почему надо вмешиваться Между двумя взрослыми людьми И так и так Я очень знаю Много браков Которые заключены Именно таким образом У меня есть деньги А у нее есть красота И т.д. и т.п. Так что Называйте это Как хотите Но это Есть обмен Каких-то Определенных Моих услуг Взамен на Какие-то Определенные блага Которые я получаю Правильно Но вопрос Был не в этом Ну не знаю Мне сложно сказать Где больше Где меньше Хороших Плохих людей Знаю совершенно точно Что и среди Республиканцев Господа К огромному сожалению Есть суки Ли дети Есть воры Что мы К сожалению Время от времени Узнаем Правильно И люди Которые врут И люди Которые И то делают И все делают Есть люди Которые пошли По убеждениям Люди Которые пошли По таланту Есть люди Которые пошли Потому что Они почувствовали Призыв И необходимость С моей точки Трамп Полез в это Дело Потому что Он почувствовал Призыв И необходимость Ну Я понимаю Что стать президентом Это Такой Приз Такой От которого Никто не может отказаться Но для этого Представить себе Выходя Четыре года назад С этой лестницы Золоченной В Трамп-тауре И говоря Я собираюсь Бороться за президентство В третий Или четвертый раз Представить себе Что действительно можно Побороть всех этих людей Не имея ни аппарата Ни денег Ни умения Ни понимания Как это делать По наитию Что называется Было совершенно невозможно Так что Это случайность Нам просто повезло Просто повезло Знаете Что называется По трамвайному билету Выиграл миллион А Круз Я уверен Прекрасный человек Рэндпул Я уверен Прекрасный человек Наверное Можно набрать Счетом Десяток Два десятка Я уверен Что среди демократов Есть прекрасные люди Другое дело Что они сейчас Демократическая партия Скатывается К сожалению В партийные интересы Для нас важнее Чем интересы государства Интересы будущего Интересы наших детей И тому подобное Они Никто из них По большому счету Не вылезает Сказать о том Что антисемитизм Не должен быть В наших рядах Ни евреи Ни не еврей Почему только евреи Должны говорить Почему только черные Должны говорить О том Что есть расизм Против черных Белые тоже Белые погибали Для того Чтобы не было Этого Расизма Против черных Почему сейчас Не евреи Сидящие В конгрессе И в Демократы В сенате Не могут встать И сказать Немительно Но прекратить Это антисемитизм И С тобой Вообще Сесть Не хочу Рядом Не кушать Ничего другого Делать Почему Как они Позволяются Эти Конституционными Лагерями Почему Потому что Почему Позволяете Разговаривать Без всякого Отпора Потому что У нее сила Сейчас У нее Три с половиной Миллиона Чек читают Ее твит Потому что Она может Организовать Демонстрации Против тебя Если Ты не понравишься Она Начнет В твоем Участке Демонстрации Таких же Полусумасшедших Недоучек Как она Вот этот страх Сегодня Парализовал Демократическую Партию Не знаю Как было Вчера Раньше С железной Рукой Нэнси Пелоси Правила Сегодня С железной Рукой Правит Совершенно Другой Человек Фрешмент Только что Пришедшая Туда АОС С моей С точки Это ужасно И ужасно Как я уже Говорил Не из-за А ужасно Из-за Евреев И неевреев Демократической Партии С моей точки Дретья Они потеряли Честь И совесть И больше Иначе Как антисемитской Партии Я их называть Не могу А вообще Что происходит Ну в канун Выборов Как бы В республиканской Партии Все тихо Спокойно Там несколько Человек Объявили О том Что они Якобы Будут Принимать Участие Ну а В демократической Партии Там Начинается Потихоньку Так сказать Война Что ли Ну конечно Оно не может Не начаться И все понимали Что оно начнется Важно Для демократов И для нас тоже Очень важно Как далеко Налево Из-за Вот ЭОС И вообще Сегодняшних Настроений Что происходит Пять процентов Демократической Партии Опять я говорю Пять процентов В имею ввиду Просто немного Людей Как всегда бывает Активное Меньшинство Оно всегда Очень большое Меньшинство Но оно очень активно И они всегда Значит Всегда политикой Говорят Где Где центр Так сказать Вот Активности Центр Так сказать Вот этой Энергии Так вот Сегодня Центр энергии Там где Находится Вот эта Даже не могу сказать Социалистка Просто Недоучка Со всеми Вытекающими Абсолютно Популистка Возникшая Из-за того Что На прошлых Выборах Берни Сандерс Налил Очень много Сверху Красивых Слов Все Подсказалось Так понятным Да Действительно Можно отнять У тех Кому не надо Два платья Зачем Чему Два платья Одно Вместе Не оденешь На двух Стульях Одновременно Не усидишь Помните Ленин Это говорил Так легко Взял Этого А у меня нет стула У него два Я забрал У него Ему хорошо Мне хорошо Всем хорошо Ну Такое простое Я слушал Берни Сандерса Однажды В те времена Четыре года назад Три с половиной И подумал Про себя Боже мой Как убедительно Как красиво Абсолютно Как говорили В комсомоле Абсолютно Все то же самое На собраниях Такой Большой комсомолец Троцкий Она Продукт Этого И Все они Тоже Продукты Вот этого Самого И То что Демократическая партия Абсолютно Сдалась И делает Все то Что они хотят Вот эти вот Нам говорят Ой что в этом В этом В принципе Их там всего Там 3-4-5 Процентов Не может Пустяки Большинство Там А где большинство Не важно Важно Где сила Которая Двигает Это большинство Так вот Демократическая партия Сегодня У нее Движок Это Это АОС И ее Вот эти Абсолютно Необразованные Кретины Которые Может быть Даже имеют Высшее Образование Но они Необразованные Кретины Недоучки Подонки Потому что Которым Наплевать На все Совершенно Кроме Эту идею Которая В их Больных Мозгах Сейчас Пылает О том Что они Все Переделают И отцы Основателей Америки Были Идиоты Рабовладельцы И все Президенты Были Козлы Рональд Рэббин Зло И Абрахам Линкольн Надо Раздолбать Его Статую Потому что На самом Деле Отдать Все Деньги Черным Потому что Они При Потомке Рабов Какая Полная Хиней Отдать Манхэттен Обратно Нейтив Американс Как они Говорят Потому что Его Купили За 200 Доллар Обманув Их Ну Все Класс Прекрасно Полностью Переделать Мир И вернуться В состоянии В котором Он был Во время Первобытного Общинного Строя До создания Первого Государства Почему На 100 лет Азат Пойти На 200 Давайте Пойдем На 1500 Весь Мир Был по Другому Так что С моей Точки Двения Что происходит Сейчас На основании Вот этого Ты более Праведный Коммунист Или ты Все-таки Предавал Когда-то Коммунистическое Общество Нам это Хорошо Потому что Если они В финале Уничтожат Все то Что хоть Каким-то Образом Похоже На действительно Демократическую Партию Которая была На Кеннеди И тому подобное И останется Только Берни Сандерс Огалтелый С огалтелой И Руси Которые будут Требовать Отобрать Поделить И тому подобное То Слава тебе Господи С другой стороны Безумно Страшно Что От Демократической Партии Если будет Ити кто-то С абсолютно Пустой Социалистической Идиотской Головой Потому что У него есть 50% шанс Попадания В Белый дом С одной стороны Я очень рад Если они Пойдут влево С другой стороны Как бы Боязно Что даже Шанс у них Такой Появляется Что называется Поживем Посмотрим На данный момент Демократическая Партия Сама себя Кушает Ну на сегодняшний день Вот что происходит Похоже Байдена Списали со счетов Сэндерс Взбитый Летчик И Мидия И демократическая Партия Начинает толкать Элизабет Воррен Которая Кстати сказать Выступила За легализацию Проституции Но я надеюсь Что тем самым Она не купила Ваш голос Ой Я буду серьезно Думать Об этом Вы еще Упомянули Она не купила Мой голос Вы еще Упомянули Одну вещь По поводу Платить Неграм Лэри Элдер Очень хорошо В твите Написал Сколько Должны Потомки Трехсот Шестидесяти Тысяч Солдат Которые Потеряли Свою жизнь В борьбе За освобождение Рабов Платить Потомков Этих Потомкам Этих Рабов Которых Они освободили Не знаю Как в России Раздали Всем ваучеры А потом Покупали Эти ваучеры За бутылку водки Ведь это Они всерьез Хотя я понимаю Что ничего Этого не произойдет Скорее всерьез В среду Было слушание По поводу Репарации В конгрессе И выступали Все же они хотят Обмануть Сейчас Черных Точно так же Как они все время Обманывают Латина Что они за них И вытаскивают Всякие идиотские Идеи Которые всем Понятно Что не пройдут Делается Исключительно Для того Чтобы потом Бегать По черным Церквям И там Бестан Они собираются И говорят Мы за вас Мы бабки Вам хотим Дать На самом деле Это очередной В свое время Если вы так хотите Дать им бабки Дайте им бабки У вас есть Достаточно много Демократов Которые богатые Правильно? Ну Кстати сказать Уж если говорить О демократической Партии Это партия Рабовладельцев Да И они Создали на этом Большие богатства Стали банкирами Пошли Всякие Компании Организовали И тому подобное Вот проследить Значит Из демократических Штатов Этих людей Если они до сих пор Демократы То собрать С них необходимые Суммы И выплатить всем Кстати У меня предки Тоже были рабами Правда Правда В Египте Да Ну К слову сказать И рабовладельцами Были не только Белые в этой стране Справедливости ради Это уже детали Это никого не интересует Белый человек Особенно мужчина Он плохой Очень плохой А хорошие Это гомосексуалисты По возможности Черные И по возможности Уже переделаны С переделанным полом Да Это идеальный вариант Это они хорошие Да Сразу Давайте Давайте А бедные Еще даже Мы не были бедные Не дай бог Они заработали За свою жизнь Хотя бы копейку Берни Сандерс Он ни одной копейкой Свою жизнь не заработал Он хороший Он правда белый Старый Уже слегка Морзоматирует Но он хороший Добрый день Пожалуйста Вы в эфире Алло Здравствуйте Здравствуйте Маленькая ремарочка В России И в Америке Рабство отменили Примерно В одно и то же время В России 1961 год В Америке 1861 В Америке 1860 Почему в России Репарацию не платят Ну там нет Расовой Потому что кто был Вечер Кто встанет всем Там это было Настоящий раз На крепостное право Это настоящий раз Да В том же году В Лондоне По-моему Построили первую ветку Метро В этом же году В 861 Закончился Бруклинский мост Строительство Бруклинского моста Спасибо за ваш звонок Вообще Эта тема Скорее всего Ну да То есть Они могут рассчитывать Всерьез Это очередной Очередной вид Велфера Очередной вид Так сказать В свое время Они хотят Они хотят Не только деньги Они хотят Чтобы им дали Акции Выделили акции Предприятий Которые сейчас Белыми Распределили по черным Они хотят Значит Ввести черных В советы Директоров Компаний Чтобы они от имени черных Управляли Так сказать Этими акциями И тому подобное И тому подобное То есть Они хотят создать Такой Так сказать В мечтах Это взять И сказочно обогатиться Ничего не делая На самом деле В нашем штате Приняли такие законы Когда В большие компании Должны были быть Введены Во-первых Женщины Во-вторых Меньшинство Расовое И так далее Это законодательно Закреплено Уже в нашем штате Ну как хорошо Часто напоминает мне Одну блондинку И одного еврея В президиуме Да Поэтому Собственно И результаты у нас такие Поэтому Компании Бизнесы Люди Из штата Уходят Уходят Так же как Впрочем Из вашего штата Да Да Если бы Вообще Я не представляю Если бы не Силиконовая долина В вашем штате Что бы уже Сталось С Калифорнией Потому что Похоже Только за счет Силиконовой долины Выползают Есть с кого Деньги брать Налоги у вас Там тоже Будьте здоровы И на недвижимость Все время Немножечко Повышают Бензин чуть повысили Мы сейчас же платим Больше доллара Заголон Больше доллара Это налоги Штата Повышают все время Налог на то самое То что Селс так Сназывается Да То он был Там 8 8 75 9 9 50 Сейчас по-моему Уже больше 10 Процентов У нас В каунте В каунте 10.25 Сейлс текс Налог на бензин С 1 июля Увеличивается В 2 раза Правда будет всего 40 с небольшим центов По сравнению с вами Это ничего не значит Но правда В этом же законе Прописано Что налог Будет индексироваться В соответствии С инфляцией Будет Регулярно Будет Поднимать Так что Мы идем По вашим стопам Леон Огромное спасибо Хороших выходных И до встречи В следующий раз Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok